Я знаю, что медсёстры клиники очень радовались, услышав, что он опять приезжает. Даже я, жесткая, жестокая душа, растворялся. То есть я молел, что мне хотелось быть таким же, таким же. Было достаточно одного взгляда, чтобы человек понял, что он не прав. Было раньше, думали, что он строгий и взыскательный. Нет. Он не допускал какой-то излишней фамильярности, скажем, хотя он знал меня с детства, никогда не говорил на «ты», всегда на «вы». Он всегда старался вернуться в резиденцию в программе «Время». И он всегда требовал, чтобы к его приезду работал телевизор. Сегодня не стало главой Русской Православной Церкви. Год назад не стало святейшего патриарха Алексея. И сейчас как раз то самое время, когда можно говорить о нём с теми людьми, для которых уход предстоятелю Русской Православной Церкви стал настоящей личной драмой. Русской Православной Церкви Он для нас был такой великий, такой высокий, такой красивый и красивый. Это просто нам казалось, что он откуда-то из другой страны, как будто бы, вот, эти детские воспоминания такие. И с другой стороны, прям такой фантастический, очень красивый. Мы прямо смотрели на него, зато и дыхание прямо вот рты раскрывшие были. Это первые прихожанки отца Алексея Ридигера. В маленьком эстонском городке Ихве. Духовные чадо с полвековым стажем. А это авиадиспетчер эстонских авиалиний Сергей Мянник. И по совместительству последние 40 лет и подьякон Таллинского Александроневского собора. Он помнит будущего патриарха с 66-го года. Мне 9 лет было, брату. Пять, и мы побежали его встречать. Ну, конечно, интересно было. И вот что интересно, я даже сейчас могу, помню, и вот он идет по дорожке, и идет вот как и потом он ходил. Такой медленной, но уверенной походкой. Он никогда не бегал, я вот никогда не видел, чтобы он шел быстро очень. Он очень, ну, твердо при этом ступал. Он шел как-то вот так, вот знаете, вот твердо по нашей земле. Об особой стате будущего патриарха здесь вспоминают многие. Мне рассказывали мои родители, что мама святейшего, смотря на, там квартира при Казанской церкви, дом сейчас не слегка, была на втором этаже, и мама всегда говорила, смотрела из окна, говорит, ну, идет мой Алексей, палку проглотил. То есть он всегда держался прямо, не так вот, не сгибался. То есть это было у него с детства, это тогда он еще где-то в школе учился или где-то. Здесь, в Эстонии, кажется, само упоминание имени патриарха открывает все двери. Здесь его помнят и любят, кажется, сами улочки маленького сказочного Таллина. Здесь помнят и любят его семью. Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий старший патриарх Алексея на пять лет. Фактически одно детство на двоих. Первые совместные службы. Будущий патриарх и будущий митрополит познакомились в маленьком таллинском храме у священника Михаила Ридигера, родного отца будущего предстоятеля русской церкви. Сегодня как раз почему-то ночью не спал, вспомнил эти дни этой бомбежки, в которой могли бы все погибнуть. В это время у нас были здесь лагеря перемещенных лиц. И отец Михаил туда ездил, я с ним ездил в качестве псаломщика. Ну и Алексей тоже с ним ездил. Много позже, уже в послевоенные годы, Алексей Ридигер станет отцом Алексеем и получит храм в эстонском городе Ихве. Мать Магдалина помнит его первую пасхальную службу. И в это трудно поверить. Она старше святейшего на 10 лет. Но разве такое забудешь? И вот я запомнила очень первую службу Пасху. Он, знаете, в конце Пасхи, он один раз целовался со всеми. Это я хорошо помню. Христосовался. А там девчонки говорят, одна и говорит, девчонки, какой священник красивый. Я еще раз встану в очередь, чтобы по Христосу мы засмеялись. Она, правда, встала второй раз. Вот это я очень запомнила. Так отцу Алексею Ридигеру в 22 года достался храм и полсотни прихожан со всеми их радостями и горестями. Были тогда эти, как он, не магнитофон был тогда, а большие круглые пластинки. Радиола было тогда. Церковные были у него пластинки. И он нам крутил эти пластинки божественные. У него так верандочка была такая на дорогу. Сейчас одна береза осталась. И когда проезжаешь на огород, еду, посмотрю на эту березу, он вспоминается. Этот дом вспоминается. Да. Этот дом с березой вспоминает и мать Филарета. Она, поднявшая на себе за эти годы три женские обители, прошедшая с патриархом путь длиной в 43 года, объехавшая с ним 36 стран. Но это много позже. А в конце 50-х она, молоденькая монахиня, просто помогала будущему патриарху по хозяйству. Там земельный участок порядочный был. И дом надо хозяйств везти, гости приезжали. И говорит, матушка, что на полгодика поживете, а потом других пошлем. А я вот до самой смерти осталась. Это полгода длилась до 43 года. Сестра Филарета и отец Алексей познакомились здесь, в Пюхтицах. С 61-го года он уже молодой архиерей, управляет пюхтицким Успенским женским монастырем. Пюхтицами. Именно об этом месте Иоанн Кронштадтский говорил, идите в Пюхтицы, там три ступени до Царства Небесного. Но в советские годы пюхтицы были в трех ступенях от закрытия обители. Монахинь планировали разогнать, а здесь открыть санаторий для шахтеров. Его Высокопреосвященство в 60-х годах возглавлял конференцию европейских церквей. И как можно было обозначить эту проблему? Как можно было громко прокричать на весь мир о том, что в Эстонии закрывается монастырь? Монастырь, любимый людьми, монастырь, который был основан по благословению святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, монастырь, который собирал паломников не только из Эстонии, но и из многих других и стран, и городов. Самый эффективный способ, вернее, это было сообщение где-то в прессе. И вот он этим путем пошел, потому что вскоре привез делегации Всемирного Церкви, посетили монастырь несколько иностранных делегаций. Были напечатаны фотоснимки в газетах, и вопрос сам по себе отпал. Просто власти испугались приехавших представителей христианских церквей всемирных и европейских, и эта проблема как бы отошла на задний план, и потихонечку все об этом забыли, боясь, наверное, вот этой вот огласки и декларируемого властью лозунга о том, что у нас религия и вероисповедание свободны. И вот в 2003 году, последний раз, святейший сюда приехал, он останавливался в этом доме. И утром вышел прогуляться, но положено как, звонят колокола, когда выходит архиерей. И вот звонили здесь колокола, святейший постоянно на крыльце и сказал так, либо колокола прекращает звонить, либо я ухожу. Колокола прекратили звонить, и он пошел гулять по монастырю. С праздником, священники. Как вы поправились? Да, слава богу. Вот когда он приезжал в последний раз, то сестры его окружили, шли, пока на горку он пошел там, храм стал он очень любил, тоже сергиевскую церковь. Вот, и вокруг него толпа большая, сестер, и он все подходит, он по именам называл даже, там вот, наверное, была Галина, стала манахня Глафира, он сам постригал, и он помнил. Истончик ходил, он с ней по-эстонски беседовал, так что такое было, вообще не вот такое живое. Но, конечно, поездки в пюхтицкую женскую обитель святейшего патриарха Алексия – это в первую очередь совместное торжественное богослужение. Церковная служба – это то, что патриарх любил больше всего на свете, то, чем он жил. Когда он приезжал, то мы всегда как-то невольно, его приезд всегда нас всех подтягивал, потому что мы чувствовали себя, что в его присутствии любой человек невольно подтягивался, потому что он был такой сам собранный, такой величавый, такой у него вид с собой. Поэтому как-то службы очень торжественно происходили, когда еще метаполит, когда он был Алексеем. А он здесь очень любил, любил здесь отдыхать, когда был в архиереи. Приезжал сюда, и вот мне тогда, ну, я знаю, лет 20, наверное, было, мы можем пройти немножко подальше, там как раз посмотреть, из святых врат выезжает зима за рулем владыка Алексей. И останавливаются машины, и на что у нас, там такие, подиакона все молодые, и говорят, поехали в лес грибы собирать. И мы вот отправились с ним в лес, и этот человек просто умел и знал, как собирать вот эти грибочки. Мы вот пойдем там в чащу куда-нибудь полезем, там еще что-нибудь, а он шел по дорожечке, так, палочка какой-то там, раз-раз-раз, грибочек. Один, второй, третий, и так набралась корзинка. Ну, при том, что интересно, теперь, конечно, вспоминать, тогда я мало что-то понимал, а теперь это просто интересно, что он сам за рулем в лесу, мы едем по этой лесной дороге, вот он с удовольствием ездил. Вот эту поездку за грибами, которую вспоминает Сергей, пожилые сестры монастыря вспоминать не любят. Святейший тогда уехал за рулем сам, и пропал аж на полдня. Сестры волновались страшно. Вот и Александр Дмитриевич, водитель патриарха, вспоминает, что Святейший в Пюхтицах заставлял поволноваться всех. Он был заядлый автомобилист, он сам любил водить машины. Вот, когда он приезжал в Пюхтицкий монастырь, в Эстонию, это его любимый монастырь, вот, там стоял Зим. Такая машина была, ГАЗ-12. И он сам садился, сначала я отвозил на Чудское озеро, а потом я пересаживался на другую машину, а он садился за руль, и мы не успевали за ним гнаться. Настолько он любил водить. А когда он стал патриархом, стали ездить на Азиле, я ему как-то в шутку так, полусерьезную, ваше действие, а за руль не хотите сесть? Он говорит, хочу, но уже все. Спасибо, Господи. Будьте Богом хранимы. Здоровья вам, помощи Божьей на вашем жизни. Не молитесь о нас. Удивительно, что именно здесь, в этом месте, он познакомился с человеком, с которым позже уже в Москве им придется бок о бок, годами, вместе решать тяжелейшие, порой нерешаемые проблемы. Именно здесь произошла первая встреча, первое общение двух будущих русских патриархов. Я встретился первый раз со святейшим в начале 60-х годов. Это было в Успенском Туфинском монастыре, куда мы приехали вместе со старшим братом помолиться перед началом учебного года. Он был уже студентом семинарии, а я еще учился в школе, работал. Я хорошо помню наш первый разговор в алтаре храма Пютицкого. Святейший с большим вниманием слушал и задавал вопросы. Его интересовало мнение, что тоже показательно, интересовало мнение студента. Вот мнение моего брата по поводу порядков, которые в Ленинградской семинарии в то время были. Он даже в хорошем смысле слова провоцировал его на какую-то критику, потому что, видимо, ему нужна была эта критика, как председатель учебного комитета. Но я стоял рядом, помалкивал. Потом он спросил, вот, а ты куда собираешься? Я тоже сказал, что в семинарию. Ну вот он так выразил удовлетворение по этому поводу. В последний раз патриарх был в Эстонии в 2003 году. И потом его ждали здесь до самого известия о кончине. Не верили, что он больше не приедет. Надеялись, что его еще поправят, еще он будет служить нам, еще мы встретимся с ним. Он обещал опять приехать к нам, в Таллин туда приехать обещал. И мы так и надеялись, но когда узнали, это просто страх. И о фантастической памяти патриарха, памяти на лица, на имена, на людей, здесь вспоминают с благодарностью. Он сейчас, вы знаете, я хочу сказать, что вот приезжал ведь в Буримяй, когда приезжал на свою родину, он нас узнавал, узнавал. Мы подходили к нему, и он нас узнавал. Молодцы, молодцы, говорят, хорошо выглядите. Благословление. Тогда не очень-то пропускали, а все равно благословляют и узнавают. Вот это было вот именно его обаяние. И он очень внимательный, он очень заботливый был. Скажем, вот у меня был, старшему сыну было лет пять, наверное, когда святейший он привозил для своей двоюродной сестры, для племянницы, дочери двоюродной сестры, книги какие-то детские, которые тогда дефицит было не доставить. И он им не давал, привозил книги, дарил книги, и до сих пор еще у меня хранятся книжки, которые вот старший мой сын еще читал. Там «Кот в сапогах», Шарль Пирога сказки до сих пор помню. То есть он был очень внимательный, он всегда вот помнил, что кому надо, и это независимо от того, в каком ранге человек. В свою последнюю поездку в Таллинн святейший приехал на старое русское кладбище, на могилы родителей. Вы знаете, вот эта вот память об отеческих гробах и его любовь к родителям, любовь к этому для него святому и дорогому месту, это всегда отличало. Не только так, когда владыка Алексей стал патриархом, стал во главе церкви, но и будучи главой церкви эстонской, он также всегда посещал могилу своих родителей. Ой, Господи души, усопший кран Твоих! И действительно здесь видно, что он прощается. У него нет уверенности, что он успеет побывать здесь еще раз. Матрополит Алексей Булович, который я подъехал, облачился в мантию, поднялся наверх, отслужил там молебен, потом спустился вниз, мы сопровождали его и пели, и он остановился в своих покоях. Собственно, вот так все и начиналось. Это был 1986 год. А вы что тут делали? Тогда я был еще студентом Ленинградской духовной академии. Отдельный период для будущего патриарха – жизнь в Ленинграде. В 1986 году он возглавил Ленинградскую и Новгородскую епархии. Нынешний владыка Санкт-Петербургской епархии, митрополит Владимир, ровесник патриарха Алексея, часто вспоминает своего предшественника. Время было трудное. Тогда еще уполномоченные контролировали буквально все богослужения, все проповеди, все поездки, все, так сказать, весь быт даже архиерея. Ну и старались сделать все, чтобы церковь не прибавляла в количестве верующих. Вот очень интересный экспонат. Это табличка, уполномоченная по Ленинграду и Ленинградской области. Вы же знаете, ну как, был такой вот совет по делам религии при Совете Министров, который, собственно, контролировал всю церковную деятельность. И в каждой епархии, в каждой области был свой уполномоченный. И он вот говорил, что вот это можно, это нельзя, и так далее. Ну, в общем, жестко контролировали. И в Ленинграде вообще был такой известный, уполномоченный много-много лет. Такой старой гвардии. Он все говорил, нет, нельзя, у нас этого никогда не было и не будет ни в коем случае. И вот будущий патриарх смог переломить ситуацию. Николай Державин в качестве референта прошел все 18 лет патриаршества Святейшего. А началось все здесь, в здании Ленинградской академии семинария. Единственном на тот момент здании в Ленинграде, принадлежавшем церкви. И здесь вот в приемные дни митрополит Алексей, будущий патриарх Московский и вся Руси, принимал посетителей, духовенство, рисовал какие-то проблемы. Именно здесь, в Ленинграде, потихонечку начали возвращать церкви первые храмы. И вот когда святейший патриарх стал добиваться, чтобы вот вернули один, в Ломоносове вернули храм, вернули к жизни, на Владимирском проспекте в честь иконы, Владимирской иконы Божией Матери. Вот эти четыре года, они были таким периодом подготовки к патриаршеству, я думаю, так. Это тогда могло казаться, что притеснения духовенства и простых верующих остались в далеком прошлом. На самом деле, ежедневно будущему патриарху приходилось выстраивать отношения с разнообразнейшими чиновниками на всех уровнях власти. Святейший не очень себя открывал. Он сам с собой, только было видно по его лицу, как он переживал. Переживаний много было, очень много переживаний. И с ними мы все, все окружающие его, все переживали за него. И молились, как могли все молились. Когда у него большая встреча, серьезная, он говорит, ну, молитесь за меня, я поехал. Все читали или кафесты, или кто как мог молиться за Святейшего. Алексей Святозарский, профессор духовной семинарии, комментатор телевизионных трансляций пасхальных и рождественских богослужений, в свою очередь вспоминает, как трудно тогда, в советские годы, приходилось Святейшему. Аминь. Здравствуйте, братья. Садитесь. Он всегда, ну, как всегда, в такие очень моменты, скажем так, может быть, где-то и грустные, моменты каких-то грустных воспоминаний, он всегда вспоминал, как его унижали, как иерарха. Ну, определенный чиновник, определенной организации, не будем уже все это много раз проговаривалось, да, но вот он вызывает к себе, называлось-то, конечно, приглашает, архиерея. Архиерея, занимающая в одной из первых положений в иерархии московской патриархии, ну, скажем так, позднесоветского периода. И подчеркнуто именует его Алексеем Михайловичем. Не называет ни чина, ничего, хотя, так сказать, ну, в общем, понятные моменты, этикета, вежливости требовали, и он это помнил. Для многих патриарх – это первый иерарх, стоящий на солье огромного собора, в тяжелой зеленой мантии, окруженной десятками не менее роскошно облаченных священнослужителей. И только самое близкое окружение Святейшего знало, насколько он был скромным в быту. Когда-то мы принимали Святейшего, мне пришлось помогать ему, уже было время холодное, снимать свое пальто. И я удивился, что пальто у него изнутри и снизу прямо все залатанное, даже заплатки есть. И я тогда был удивлен, что человек такого большого ранга, он ходит в таком скромном. Святейшему не надо было говорить, что вот то и то мне приготовьте, никогда не говорила. Что приготовить, он себе кушает. Он очень мало ел, очень. Если никаких служб не было, то ехали в патриархию, в чистый переулок, пять. И там он находился весь день, и первое время он работал, ну, просто очень первое время, очень много. И если мы заканчивали рабочий день часов в 11 вечера, то это считалось, как бы, вроде бы, чуть ли не рано. А так, и до 12, до часа, по-всякому. Когда Святейший уезжал, это уж я говорю про, уже когда патриарх стал он, когда мы все провожали, всегда его, каждый день провожали на работу, чисто ездил он. Выходили все сестры, брали благословения, и все животные, и собачки, и кошки, и всей семьей его провожаем. И также его ветером, когда приезжает, там уже звонит, что Святейший подъезжает. Тогда все сестры собираются, кто его обслуживал в этом доме, и все его встречали, и мы все, и все животные. И вот новый этап для России, демократический. Казалось, он должен был принести со свободой рынка и совести еще и свободу для церкви. Но по факту принес лишь повсеместный разгул. На церковь тоннами выливался компромат. И снова за все в ответе был в первую очередь патриарх. Конечно, да, вот это был разгул демократии. Такой необузданной. Очень много было критики в прессе, собирались митинги. И буквально его обличающее, скверняющее. Было много обвинений в адрес таких нелицеприятных. В общем-то, эти обвинения были приявлены всей церкви. И патриарх, как-то находясь в лавре, после службы обратился к братьям лавры. Он говорит, братья, помолитесь, мне так тяжело, так трудно. И что бы я ни сделал, все подвергается критике. А в какой-то момент вера стала модной. И священнослужители, а уж тем более патриарха, стали приглашать везде. Духовенство воспринимали как ряженых, а их присутствие как истинное подтверждение демократии и свободы. Мол, смотрите, мы даже батюшку позвали. И каждый раз на это надо было как-то реагировать. Вот он умел заставить уважать себя, как предстоятель русской церкви. Во время одного концерта, а надо сказать, что он был очень широк в этом отношении, то есть он принимал светскую культуру, он понимал, что для большинства людей эта культура понятна, ясна, что это язык культурный ни одного поколения людей. Но однажды был фривольный номер. Вот несколько, так уж очень разухабистый, залихватский. Ну, с такими элементами не очень красивыми, да, вот когда они разыгрываются перед епископом, монахом, тем более. Он просто встал и ушел. Вот, ни слова не говоря, ничего, просто спокойно встал и удалился. Но, надо сказать, пауза такая возникла, что так похолодело, да, вот где-то внутри. Я, честно говоря, с учетом своего знакомства и того, что я проследил его жизнь последние годы, знал о его жизни и понимал ситуацию, происходящую в стране, я считаю святым человеком. То есть быть до такой степени непоколебимым ни для одной, ни для другой стороны, чтобы как о камень от тебя разбивались, на умодные течения. А вокруг него все летело, брызгалось, разбивался этот поток. А он все-таки планомерно проводил ряд изменений, не то чтобы изменений, а возвращений, планомерных возвращений церковного достоинства, как она, общественного института имущества. Отца Иоанна Ахлобыстина знакомиться с патриархом вели не случайно. Многие считали, что актер и сценарист, выпускник в ГИКа, не должен быть священнослужителем. Многие думали, что патриарх потребует, чтобы он снял сан. У меня было очень нехорошее родоме, но в силу профессии. Надо знать святейшего было. Это был очень цельный внутри человек. С устоявшимся мнением личным, с собственным взглядом на реальность. Ну, он был личностью. И предпочитал делать собственные выводы. Я когда подошел к ним в Троицкий собор, меня привезли в лавре. Он говорит, а где рога? Я говорю, вы знаете, если святая церковь благословит, я ей хвост отпущу. Он улыбнулся, а у него великолепное чувство юмора было. Он был очень сдержанный человек, но вот какие-то нюансы, тончайшие чувства юмора, аристократичный юмор был, звонкий юмор. Он говорит, а вы правда мотоциклы любите? Я говорю, да. Но мне нельзя. И он тут у него погрустнел, он говорит, мне тоже нельзя. А позже выяснилось, когда уже сидели и говорили о сценарии, о фильме, о фильме о жизни русского духовенца в Прибалтике во время оккупации, выяснилось, что у его соседа был мотоцикл, и он мечтал. Он у ребенка был еще, но у них не было денег для покупки своего мотоцикла. И они с папой брали мотоцикл вот этого Пети, который позже стал священнослужитель, тоже почтенный. Мы прошли через десятилетия. И он гонял по Таллинской трассе. Поэтому ему было очень знакомо, но нельзя, вот патриархов нельзя. Ну что, накатался? Ну да. Пошли, нам нужно срочно домой. Пока. Позже эти разговоры вылились в фильм, сценарий для которого написал отец Иоанн Охлобыстин. А святейший, вот он был очень хороший психолог, и человек прозорливый, видимо, он на меня дурака взглянул и... Ну, чудновато, наверное, подумал. Ну да, а что нет? Всякое дыхание дославит Богу Господу. Понял, что не враг. Понял, что врагов нет хвоста, вряд ли отращу. Вот. Понял, что придурковатый я немного, наверное. Простил заочно. Об особой манере общения святейшего вспоминают многие. И чувство юмора, и память, и простоту. Но отдельное место в рассказах самых близких всегда уделяется его умению молчать. Он дипломат, у него была особенность такая. Если он не хотел отвечать на вопрос, он умел молчать. И даже вот и по делам. Он умел, как говорят режиссеры, умел держать паузу. То есть вот задавал ему вопрос по делу какому-то. А я вообще вот была еще, все-таки еще очень молодая. Сколько мне, 26-27 лет было, когда я пришла сюда работать. Еще не умела. Дипломатично. Дипломатическим способствам. Иногда задавала, может быть, неудобные вопросы. И вот он молчит. И мало кто мог вынести вот это. Удивительно, но об этой его способности вспоминают не только в маленьком Таллине. Об умении святейшего уходить от ответа, отмалчиваться, вспоминает и патриарх Кирилл. Но иногда было так, что он вдруг замолкал. И первое время я никак не мог понять, что означает эта пауза. И пытался заполнить эту паузу дополнительными аргументами. Я чувствовал, что мои слова его не убеждают. И мне хотелось сказать что-то большее, найти какие-то более сильные аргументы, чтобы склонить его к принятию решения. Он не протестовал, он просто молчал. Несколько позже я понял, что это просто некое средство, некий способ взять такой тайм-аут и подумать. Но независимо от тяжелейшей ответственности, лежащей на предстоятеле церкви и административной, дипломатической, главным смыслом служения для патриарха Алексея оставалось в первую очередь само богослужение. Его стихия. То, ради чего он жил. Я могу сказать, что богослужение для него было естественной стихией. Он любил служить. Это удивительное свойство. Это может быть долг какой-то, как говорят, религиозный долг. Это может быть что-то, что делается через силу, потому что нужно. Это обязанности, этого ждут. Нет, для него это была естественная стихия. Он как рыба в воде. И себя чувствовал, тут же входил и, в общем, все земное оставлял за рамками того, что он совершал, чем жил, о чем молился в тот момент. И вот здесь для нас, для преподавателей духовной школы, очень важен пример. Пример, когда мы сами видим, все студенты видят своего патриарха, как он работал. Ведь уже последние годы, естественно, здоровье уже было не то. И даже я вспоминая, когда он к нам приезжал на праздник, как престольный праздник Покрова, актовый день, ему было тяжело. Тяжело сидеть на концерте, потому что уже здоровья нету. Может быть, он хотел отдохнуть, но он понимал, что это нужно. И сидя рядом с ним, вот в зале, я слышал, как он тяжело дышит. Мне было жалко, но я понимал, что он понимает, он должен тут быть. Владыка Евгений – ректор Московской духовной академии. Именно он сейчас несет ответственность за тех, кто отправится служить в храмы, кто-то станет монахом, потом архиереем и, может быть, будущим патриархом. Живой пример для семинаристов – то, как служит патриарх, то, с каким вниманием относится к нуждам верующих, к проблемам церкви. Вот что должен видеть будущий священнослужитель в своем патриархе. Святейший, еще будучи ленинградским владыкой, был председателем учебного комитета. То есть попросту отвечал за все семинарии русской церкви. Поэтому, как, что и кто преподает студентам семинарий и академий, волновало его всегда. Он очень живо интересовался, как живет семинария, в каких условиях живут студенты, как прошел набор, как начался учебный процесс. И когда я вышел уже с этой встречи, я так подумал, но ведь в какой-то степени это понятно, почему. И это при том, что патриарх с огромным уважением относился и к светскому образованию. В свое время согласился стать членом-корреспондентом Академии наук и очень любил литературу. Я позже познакомил, я понял, что он еще внутренне очень чист. В нем такая простота была хорошая, не обременяющая, а аристократическая простота. Он ясно выражался, он любил язык. Это тоже подкупало меня, как литератора. Потому что он мог говорить велеречиво. Красиво, не мудренно велеречиво специально, а красиво велеречиво. Он был просвещен. Подкупающий для меня тоже, я люблю читать, подкупающий просвещен. Мы говорили о литературе, о Маркесе, о Гюнтере Грассе. А с кем сейчас еще можно так поговорить? Так получается, что годы его патриаршества пришлись и на восстановление порушенных храмов, и на восстановление отношений с действующей властью, и на выстраивание отношений с поместными церквями. Будь то Украина или Грузия, поездки на Ближний Восток или Вселенский собор в Константинополе. Это бесконечные выступления, от Государственной Думы в Москве до Совета Европы в Страсбурге. Отдельная тема для патриарха Балканы – косовский геноцид и помощь сербской церкви. А потом и во время несчастной гражданской войны в Югославии, тоже путешествовал в Белград, в Сараево. Я помню, как он с белым клобуком там через эту линию разделения между мусульманами и сербскими войсками, как он там храбро гулял и освещал закладку одного нового храма, кажется, святого Александра Невского. Бесконечные командировки, постоянные выступления, многочасовые торжественные патриарши и богослужения. Все это сильно ослабило здоровье святейшего патриарха. Это Мюнхен, старейшая кардиологическая клиника в Баварии. А это человек, который никогда не дает интервью. Его подчиненные просто толпами вываливаются в коридор и узнают, почему сегодня профессор согласился говорить на камеру. И уже после нескольких наших встреч я чувствовал себя больше его другом, чем врачом. У нас сложились очень личные отношения, которые далеко выходили за рамки обычных отношений врач-пациент. Это профессор Альберт Шумик, один из отцов-основателей стендовой хирургии. В Германии его знают все. До этого он пару раз давал интервью на конференциях, посвященных кардиологическим проблемам. И первый раз в жизни согласился говорить о своем пациенте, о своем друге. Мы все были впечатлены его скромностью. Для себя лично он никогда ничего особенного не хотел. И мы его сами старались баловать, все для него делать. Но сам он ничего не требовал. Не только у меня с патриархом сложились теплые отношения, но и у всех моих коллег по клинике. И для моей семьи, кстати, он тоже стал другом. Я хорошо помню, как в последний год он был у нас в гостях дома. Моя жена готовила, и моя дочь сервировала стол. Это был великолепный вечер. И случайно так совпало, что у Ольги был день рождения. Это был действительно великолепный праздник. В очень доверительной атмосфере, когда мы беседовали на очень личные темы. Ольга, о которой говорит профессор, это Ольга Брискина, приехавшая в Германию врач из Белоруссии, заместитель профессора Шумига. Именно она переводила, помогала святейшему в клинике. Последний раз, когда он был у нас, он мне подарил иконы святой Ольги. Верхний этаж – детская кардиология. И здесь помнят и любят патриарха из России. Называют его только не Алексием. Здесь, в Мюнхенской клинике, его называли Сантой. Потому что он приехал перед Рождеством, когда у нас празднует День Святого Николая. Я хорошо это помню. Он привез подарки и выглядел как Николай, как Санта-Клаус. Поэтому дети его так называли. И я думаю, в рождественское время они верили, что Санта-Клаус спустился сюда с небес. Вообще о патриархе Алексии здесь готовы говорить все. Вот доктор Бернт Вюр. Он работает в ординатуре. Сам попросил, чтобы ему дали возможность поделиться своими воспоминаниями о святейшем. У меня очень хорошая память о нем. Это был очень приятный человек. Он излучал сияние. Когда он попал в клинику, это было что-то особенное. От него исходило тепло. Можно было себе представить, каким невероятным он был человеком. Когда с ним встречались, он каждого приветствовал. Был каждому рад. Всех знал. Сразу было видно, что он особенная личность. Мы говорили с ним о вере, о его болезни. Он также задавал личные вопросы о моей семье, например. Он помнил, что у меня есть брат. И это было так приятно, что он всех тут знал и помнил по именам. Но и в клинике в Мюнхене приходилось отвечать на телефонные звонки, принимать те или иные решения. Церковная политика требует такого же постоянного контроля, как и светская. И был один вопрос, который церковные иерархи не могли решить десятилетиями. Примирение и последующее воссоединение с Русской Православной Церковью за рубежом. К этому две части, по сути, одной церкви шли десятилетиями. Для многих это событие, как в России, так и за рубежом, стало долгожданным. Но только самое близкое окружение Святейшего знало, как этого момента ждал сам патриарх. Помолимся о богохранимом Отечестве нашем. После этого казалось, что все отношения восстановлены. Но мало кто знает, что на последнем своем воскресном богослужении патриарх был именно в зарубежной церкви, в Кафедральном соборе святых новомучеников и исповедников российских в Мюнхене. Патриарх Алексей, как отец, и он все моего чада, и он ездит и посещает все храмы России, точно так же он посетил и нас. Это очень было трогательно, и меня лично очень поразила весть, что подсвятейший скончался. Ирина Сосновская – прихожанка Мюнхенского храма. Именно на ее плечи рухнула ответственность за прием святейшего патриарха. И еще 500 человек, пожелавших присутствовать на патриаршей службе. Торжественному приему патриарха в приходском храме предшествовали годы встреч и переговоров. Отец Николай Артемов, ключарь храма в Мюнхене и правая рука архиепископа Берлинского и Германского Марка был на большинстве встреч, посвященных предстоящему объединению. Ну вот я впервые вижу, мне он показался таким дистанцированным, и вот прищур меня тоже немножечко так настораживал, и все такое. А с годами совершенно это изменилось. Я не думаю, что он растаял, я растаял. Я все чаще и чаще видел, что за этим официальным таким лицом скрывается очень теплый внутри такой, так шутливо, можно сказать, пушистый зайчик. То есть пушистый такой человек, но очень мягкий, да, тонкий. Мне это очень понравилось. Повини нас, святейший Владимир. Господь Бог в отцарстве Своем всегда, мне и присно и вовеку. Аминь. Вот на этих кадрах, снятых любительской камерой простыми прихожанами, видно самое главное. Воссоединение двух церквей. Дорогие братья и сестры, спасибо вам за ваше сердце. Когда он вышел, здесь еще стоял народ. Ноябрь, холодно, да. И он мне еще так сказал, садясь в машину, говорит, отец Николай, вы видите, вот наш православный народ, да. Это его радовало. Принимали благословение. Это его изнутри очень радовало. Позже об этой радости рассказывали и сами прихожане. У меня долгое время не было возможности быть с моим отцом. А я поехала в Москву на 17 мая на подписание акта. А потом к своим родителям. И я снова обрела отца, я с ним могла общаться. И я думала, что у меня есть отец. Я вернулась, и следом за мной пришла новость, что мой отец умер. И мы готовились так к этому приему встречи патриарха. И вот это чувство родного, и вот дать все для этого приема присутствовало. По крайней мере, в моей душе я это могу подтвердить. И когда это прошло, вот это было то же самое чувство. Почему мне было утром трудно об этом говорить. Что отца не было много лет, мы знали, что он есть. Но вот он к нам пришел, он нас посетил, и вдруг его не стало. Это абсолютная правда. Очень, очень сблизились со святейшим, потому что это мне говорили и немцы, которые тоже я приглашал, у нас православные немцы. Они говорили, да, он такой отец. Это действительно было реально наше общее переживание. Многие не верили в то, что объединение двух церквей произойдет не только на бумаге, но и в жизни. Но служба в Мюнхене расставила все по своим местам. Только никто не знал, что это последняя воскресная служба патриарха Алексея в его земной жизни. И вот есть момент, когда он уезжал, там заснято, как он еще помогал, открыл окно, машина уехала. И не думал я, что я его больше не увижу. Не думал. 5 декабря 2008 года не стала патриарха московского и всея Руси Алексея II. Хочется думать, что вот он все-таки видит там, чувствует, слышит нас. Что мы за него здесь тоже молимся. Спасибо. У нас в памяти останется он навсегда. Ну, конечно. Как наш молодой настоятель. Правда, Ира? Да. Наш любимый батюшка. Любимый батюшка был. Как бы в воздухе висело такое общее сознание, какая-то мысль, чувство, я не знаю, как назвать, что Россия провожает своего патриарха. Я рад, что у нас с женой была возможность лично попрощаться с ним в Москве. Мы и были на его погребении в соборе. Для нас это было очень важно, что мы могли с ним попрощаться. Поговорить с теми, кто был ему дорог, с его окружением. это был родной отец. Все можно было его спросить. Все надо объяснить, все расскажет, как нужно делать. его окружение, настоящее окружение, не делано, не то, которое ради чего-то прилепилось, когда он стал святейшим, а которое с ним от начала шло. Вот это настоящая трагедия. И по ним было понятно, какого человека мы потеряли. Это такой настоящий, добрый, хороший человек. Очень жалко его. Было больно? И сейчас тяжело. Хватит. Все. Мне не хватает его теплой. Когда я подходил под благословение, и он клал свою руку, и вот я прикладывался, и чувствовал особый момент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok